Впрочем, если принять во внимание слова Костусева о том, что к Евробаскету 2015 в городе должна быть соответствующая инфраструктура, то, скорее всего, этот чемпионат обойдет Одессу стороной. Ведь состояние дорог в нашем городе, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И даже начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Шмагай отметил, что более 70% дорожного покрытия в городе нуждается в капитальном ремонте. На это потребуется фантастическая сумма. Городские дорожные службы отчитались о своей работе за 2012 год и нарисовали планы на будущее. Пресс-релиз, который зачитал начальник управления дорожного хозяйства, был убедителен. Работы проделана действительно немало, да и планы наполеоновские. Но начав отвечать на вопросы журналистов, Андрей Шмагай был вынужден рассказать правду. Могу сказать так. Около 40 миллионов выделено на текущий ремонт. И 34 миллиона только на капитальный ремонт. Это примерно какой процент? Очень-очень маленький. Мне даже не хочется его говорить. Это очень маленький процент. Кроме того, он сообщил, что более 70% одесских дорог нуждаются в капитальном ремонте. А те суммы, которые выделены на эти цели, просто капля в море дорожного покрытия города. Безрадостны перспективы и для пешеходов. Если для машин худо-бедно латают проезжую часть, то тротуарам это не светит. Средства, которые у нас сейчас выделены, нам не позволяют проводить ремонт на тротуарах. То есть, все равно, в первую очередь, задача ликвидировать проезжую часть, обеспечить безаварийный проезд на проезжей части. В дальнейшем, по выделению средств, будет рассмотрен этот вопрос. Начальник управления не зря оговорился по Фрейду. Нынешняя городская власть действительно делает все, чтобы ликвидировать проезжую часть. Это происходит на фоне подготовки Одессы к Евробаскету-2015. Одно из условий принятия этого чемпионата – развитие инфраструктуры, в которую входят и дороги. Можно с уверенностью сказать, что 2013 год в этом плане для города потерян. Ведь средства, выделенные на капитальный ремонт дорог по сравнению с необходимыми, просто смешны. Как говорится, с любовью к Одессе. Вадим Тютюкин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».